Всем привет, друзья! С вами Сергей Мангуст, я рад вас приветствовать на своём канале Мангуст Гейминг. И сегодня у нас очередная увлекательная РП по фарминг симулятор 17. Ребят, мы сегодня продолжаем наше РП с Антошкой, с внучком, которому я купил замечательный ВАЗ-2101 и обещал вам его протюнинговать, когда вы наберёте 1000 лайков. Вы набрали 1000 лайков за сутки. Офигеть, просто за сутки. Красавцы, вообще респектую вам, ребята. Там очень было приятно, поэтому снимаю для вас тюнинг Антошкиной машины, ребят. А если вы хотите попасть в следующий ролик, как вот эти зрители, то пишите комментарии, ставьте лайки, и вы обязательно попадёте. Ну что, начинаю РП, ребята. Сегодня я возвращаюсь от друга. Тут почему-то собаки лают. Почему, не знаю, что-то их напугало. Может быть, моя Нива со мной тут, слышите, здороваются местные жители. Всем привет. Я не понимаю, я, что ли, впугаю на Ниве. В общем, я сегодня еду от друга, ребята, и проезжал по Антошкиной деревне. И решил заскочить к нашему Антошке. Привет, привет. Что-то все со мной здороваются, слушайте. Ну-ка, этот скажет привет? Нет, сказал. Какой невоспитанный молодой человек. А ты? Ну ладно, какие-то невоспитанные, ребята. Вот. Какие звуки, да, деревенские? Надеюсь, вам всё это слышится. Вот, ребята, и решил заскочить к Антошке. Давайте подъедем. Но с пустыми руками, знаете, как-то ехать неохота. Поэтому я сейчас здесь припаркую машинку свою. Так, заглушу её. И пойдёмте, ребята. Пойдёмте, дойдём, знаете, куда? До магазина. Потому что к Антошке с пустыми руками что-то неохота. Я помню, что... Здравствуйте. Все здороваются, к вам я говорю. Красота вообще. У нас очень такие жители добролюбивые. Вот, давайте зайдём, купим Сниггерса. Сниггерс, люблю очень. Шоколадку эту, ребята. Я думаю, вы тоже. Напишите, какую шоколадку любите вы. Давайте, к Бабзине зайдём. Так, ну что. Зашли мы к тёте Зине. Я её бабовой Бабзиной назвал. Ну, какая она бабушка. Господи, она тёть Зина. Вот. Сниггерса не было, ребята. Пришлось взять нац. В общем, взял я нац. Потому что я тоже нац люблю. Кто-то чихнул там. Так что пойдёмте, ребята. Зайдём к нашему Антошке. Узнаем, как у него там дела. Смотри, он там коровью помогает. Или что-то с коровой делать. Ну-ка, давайте. Подойдём. Привет, Антоша. Как дела у тебя? Хорошо. Отлично, ребята. Смотрите, хорошо дела. Чем занимаешься тут? Смотри, что-то с коровой стоишь. Как у тебя вообще? Чем занимаешься? Кормлю корову. Вот. А ты сено-то накосил бабушке? Чтобы корову-то кормить? Или у вас уже запасы оставались? Или ещё не ездили на сенокос? Как у вас дела-то с сеном обстоят? Запасы старые? Или нужно уже ехать? Не ездили? Ну так слушай. Я скоро, может быть, поеду. Вот. Ребята, может быть, я скоро поеду. И возьму Антошку с собой на сенокос. Как вы думаете? У меня тут триммер какой-то появился. Такой ещё один. Газонокосилка. Может быть, её испытаем. Так что, ребята, давайте наберём тысячу лайков. И под этим роликом. И мы гоняем обязательно с Антошкой. Накосим травы. Вот так вот для коровы. Так что, ребята, давайте. Ставьте. Вот. Видишь, пригодилась сена очень. Слушай. Ну, я смотрю, ты опять помогаешь. Тут мне тоже говорят. По деревне, что всё у тебя отлично. Что ты машина. Видели тебя, едешь. Всё нормально. Правила. Как машина, самое главное. Антошка, как машина у тебя? И как у бабушки здоровье? Как там у бабульки-то? Сломалась машина? Ёлки-палки. А как так? Слушай. А бабульке как дела? Ладно. Сейчас я про машину тебе скажу. Мне кажется, это была уже подстава какая-то. Сейчас я расскажу, ребят, вам про машину. Кто не смотрел предыдущий ролик, обязательно посмотрите. Поймёте, почему она сломалась, скорее всего. Бабушка говорит. Ой, Пирожков. Отлично. Я к ней сейчас заскочу тогда. Сейчас я хотел тебе про машину сказать. Это, скорее всего, та коробка. Когда я буксировал машину, нам продавец, он её не смог сразу поехать. То есть он завёл, а поехать не смог. Так что я уже предполагал, что машина сломается. Поэтому я тебе её сегодня починю, дорогой мой друг. И отремонтирую, в общем, и оттюнингую ещё тачку. В своей мастерской Курай Коуст Кастом. Да, абсолютно правда. Абсолютная правда. Потому что ребята у нас очень активные зрители. Ты вот представляешь? У нас уже сколько лайков понаставили под тем видосиком. У нас очень активные ребята, очень добрые. Вот. Тоже, наверное, у бабушки, там у дедушки. Поэтому они решили тебя, Антошка, поддержать, чтобы я тебе тачку оттюнинговал. Поэтому давай, иди там её готовь. Я сейчас тогда возьму Ниву. И знаешь чё? Сцепку надо будет домой, наверное, смотаться. Домой смотаться. Я сцепку заберу и тебя притащу. Давай, я пойду пока к баб... Это... Ты, наверное, потом к бабуле. Или сейчас заскочу. Ладно, давай я заскочу. Бабуле тогда пирожков возьму. А ты пока готовь машину. Вот, давай, всё, я пошёл. Ребят, давайте сейчас к бабушке зайдём, узнаем, как у неё там дела ещё. Здравствуй, бабушка. Здравствуй, сын. Ну ты прям молодец. Такой внучок у тебя замечательный. Прям вообще хорошо. Сказал, что ты пирожков испекла. Ой, целый тазик. А с картошечкой есть? Есть с картошечкой, с капустой, с яйцом. С картошечкой и с капустой. Мне наложи в пакетик. На, в пакетик наложи мне. У вас спасибо, 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 бабулька. Ну всё, давай, удачи тебе. Внучок у тебя хороший. Я пойду ему дальше помогать. А ты давай, не болей, чтобы всё хорошо у тебя было. Так, ну что, мои дорогие зрители. Что мы сейчас будем делать? Смотрите, раз машина у неё сломалась, нам нужно, наверное, привезти сцепку. Не, ну, наверное, а точно, ребят, привезти сцепку. Поэтому, поедем сейчас ко мне домой. Благо, дом недалеко. Вон он стоит. У меня там в гараже должна быть, ребята, сцепка. Поэтому мы сейчас её прицепим. Прицепим Антошкину копеечку. И повезём её тюнинговать. Сразу скажу, тюнинг будет просто бомбический. Вы офигеете. Вы просто реально офигеете. Там такая тачка должна получиться. Потому что мастера Вест... Мастера Вест Коус, хотел сказать. Мастера Курай Коус Кастомс очень крутые. Они, ребята, сделают Антохи просто бомбическую тачку. Ой, я немножко, ребята, забыл. Руль у меня... Я на руле играю, блин. А сейчас поехал. Хотел на клаве поехать. А руль-то у меня влево смотрел. Поэтому я чуть въехал. Так, ну что, вот он. Если кто не знает, да, ребят, я играю на руле. На руле это плаги-тэш G20. Вот. Ездить, кстати, очень удобно на руле. Так, ну давайте цепляем... Цепляем вот такую вот, ребят, цепочку. Давайте. Зацепим ее. Ага. Есть. Все, зацепили. И теперь поехали к Антошке. Так, двери я, наверное, не буду закрывать. Ладно, тут у нас особо никто не крадет. Поэтому все нормально. Сейчас мы к нему вернемся. Надеюсь, что там фаркопчик есть. Вроде не помню, ребят, был фаркоп или нет. Напишите, кто помнит с первой части. Если не ошибаюсь, я что-то про фаркоп говорил. О, кстати, смотрите, где Антошка поставил машину. Вы посмотрите, в какое место он поставил. Я думаю, тот зритель, который мне написал про это место, обязательно догадается, что именно я по его совету машину именно здесь оставил. Так что спасибо тебе за совет, дорогой зритель. Ребят, и вы иногда тоже что-то советуете, потому что вот этот парень мне посоветовал поставить машину именно сюда. И видите, как здесь все это красиво получается. Так что Антошка молодец, что реально поставил ее сюда. Так, ну что, я вижу вроде... Антох, там сзади есть фаркоп? Нет? Куда тебе цеплять-то его хоть? Есть. Все, отлично. Так что давайте, ребята, тогда сцепочку мы с вами сейчас зацепим. И еще хочу сказать, что хорошо, что сзади это все дело цепляется. Почему? Потому что на копейке же идет задний привод. Поэтому так... Что-то я не могу попасть. На копейке идет задний привод, поэтому хорошо, мы не убьем ничего там. Редуктор, да, когда будем это... Так, сейчас. Давай, потихонечку, потихонечку я просто... Давай, давай, так. Смотри, давай, цепляй, все. Ага, молодец. Давай садись, включай там аварийки в копейке. Потому что я, наверное, тоже включу аварийки. Чтобы все-таки это такое дело. И ты, Антошка, включай, потому что это наша безопасность. Безопасность на дороге, ребята. Поэтому обязательно нужно аварийки предупредить. Знаете, что мы там, ну, тащим опасный... Ну, не опасный груз, да. Просто именно, что мы представляем какую-то помеху там на дороге. И все, ну, такие все дела. Так что, ребята, сейчас направляемся в Курай Коскастум. Так, сейчас Антошка к нам сядет. Так, сейчас я ему дверку открою, ребят. Так, давай, Антошка, садись. Ага, все. Ну что, ребята? А теперь вот наша, значит, копеечка там закреплена сзади. Да, все нормально. Так, нужно, наверное, этот убрать. Колеса давайте попробуем убрать. Так. Вот, все, колеса мы убрали. То они нам не нужны. Да, все, мы поехали. Так, аварийки есть. Все, есть. Все, ну что, ребята, даем полный газ. Хотел поворотник включить. Господи, мы же на аварийках едем. Интересно, сколько километров в час мы будем ехать с этой Нивой, ребят? Ой, а у меня все-таки поворотник. Да, 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 поворотник. То есть, когда включил поворотник, именно поворотник остался. Кстати, очень странно, почему... Почему у нас передние колеса не крутятся? Я что-то не понял. Антох, там у тебя что-то, походу, еще и суппорта заклинило. Видимо, какая-то вообще жесткая проблема у тебя с машиной. Так, ребят, в салоне шумно из-за поворотничков. Ну, из-за включенных, поэтому... Ну, может быть, я все-таки отключу у себя, окей, ребят? У себя я отключу, чтобы вам не мешало. Да, все возможно. Ну что, Антоха, как ты тут вообще поживаешь? Друзей себе новых нашел? Друзей, подруг? Все-таки у тебя машина появилась? Может быть... Нашел парушку. Может быть, уже какие-то там дела сделал? Нет? Ничего не это... Как не помогал никому там подвезти, что-нибудь развести? Не? Не делал таких халтур, как говорится? Ничего такого? Девчонок на рынок? Ну, девчонок... Девчонок это святое. Покатать на дискотеку. Кстати, у нас тут дискотеки проходят, Курая. Правда, но там нужно быть серьезным. Ой, не то, что серьезным, а нужно быть... Нужно быть бабушкой, конечно, конечно. Бабушке нужно помогать. Нужно быть во все оружие, как говорится. То есть, особо там не пить, ничего такого. Потому что Сайгон там есть, но там в основном, знаешь, контингент такой собирается. Поэтому, наверное, все-таки тебе туда рано. Тебе туда рано. Тебе нужны какие-то такие... Ну, правильно, правильно. Может быть, вы, кстати, даже организуетесь молодежью и сделаете. Потому что молодежи у нас здесь мало, ребят, на Курае, на самом деле. Вот. Молодежь вся в город уезжает. А это так, внучки, которые, знаете, наоборот, с города приезжают. Так что вы можете здесь организоваться, около школы. Школа у нас все равно. На лето закрыта, как и везде. Вот. Да многим нравится. Я сам вот деревню люблю. Ребята, а любите ли вы деревню? Как? Или вам все-таки вот... Знаю, что наверняка много городских. Ребята, нравится ли вам в деревне или нет? Вот так вот, представьте, у бабушки, да? Свежий воздух. Красота. Выходишь, свободен, как ветер. Вот. Классно. Так что можешь собрать своих друзей. Тоже, я так понимаю, приезжих ребят из города. И попробовать что-нибудь замутить. Какую-то дискотеку там в школе. Будет вообще, я думаю, классно. Так, ребята, ну что. Мы выезжаем на главную дорогу, на которой могут быть машины. Поэтому надо здесь быть, ребят, очень аккуратным. Так, давайте поворотничек включим. Ну, тут, наверное, утро. Пока, ребята, и нет никого. Ну и хорошо. В лес на шашлыки ходим. Молодцы. Если нам там позволят. Ну, позволят, позволят. Я договорюсь с директрисой. Тем более, я им помогал. Опа! Слушайте, а вот моя семерочка тут стоит. А кто это тут приехал на ней, интересно. Ребята, ну это... Так, Антоха, давай-ка ты открывай ворота. Сейчас мы загоним. Так, ребят, тут кто-то на семерочке приехал. Это легенда канала. Ребят, кто не знает. Это легенда канала. Я столько видосов на ней снял. Скоро она, наверное, возвратится, ребята. Пишите, если хотите возвратить легенду. Вот. Только надо... Чуть-чуть ее поменяю. Номера. Кстати, смотрите, наклейки на копейки и на семерки одинаковые. Вот. Так что кто-то здесь приехал? Вот, Антоха. Это моя бывшая машина, Антоха. Вот я раньше на ней ездил. Но она немножко, знаешь, непроходимая. В плане, я вот на охоту собрался, ребят, ездить на рыбалку. Поэтому мне нужна... Да, да, да. Поэтому мне нужна была проходимая Нива. Поэтому, ребят, взял Ниву. Ну что, мы приехали в нашу мастерскую. Поэтому сейчас мы сюда поставим... Загоним нашу копейку, ребят. Мне бы здесь развернуться. Так, все, вроде есть. Отцепляем ее. Хорошо. Да, да, да. Развернусь. Все нормально. Так, ребят. Включаем колесико, чтобы она... Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, аккуратненько. Ну что? Так, ребят. Так, стоп-стоп-стоп. Так, Антох, давай садись в машину. Все равно нам, в принципе, уезжать. Так, давай, залазь. Ага, все, ребят. Ну что? Я сейчас выйду. Ребятки. Так. Давайте закрываем все это дело. Отдаем мастерам, ребят. Сами сейчас поедем. То есть поедем домой отдыхать. Вернемся уже сюда на следующий день. Там или неделю. Не знаю, сколько ребята будут все это делать. Тюнинговать. Ну а вы, конечно, увидите уже готовый вариант. Вам не надо это ждать, пока ребята там все сделают. Вы уже сейчас увидите тюнинг этой замечательной копейки. Так что сразу пили лукас. Просто наслаждайтесь. Копейка получится. Я вам говорю, просто огонь. Вы просто офигеете. Неделю, да. Неделю, наверное, ждать, мне кажется. Ребята, неделю будут. Потому что там тюнинга дофига. Ну что, ребята, мы отдаем профессионалам тачку на прокачку. Вот. А сами поехали домой. Ну вот, дорогие зрители, прошла неделя у нас здесь на Курае. Ребята из Курай Коуз Кастумс мне позвонили. Сказали, что копейку они оттюнинговали. Можете приезжать за ней. Поэтому, ребята, я забрал Антошку. Вот он сидит довольный. Уже довольный. Предвещение. Как это сказать? Что он ждет очень, ребята. Он ждет. Вот. Преддверие события вот этого. Вот. Видите, уже днем еду. Машины появились. А семерка все стоит. Это, наверное, кто-то. Кто-то из ребят из мастерской. Мне кажется, забрали. Может быть, что-то хотят с ней сделать. Не знаю. Ну что, ребята. Давайте паркуем мою Ниву сюда. Так. Давайте. Все. Ребята, выходим. Сейчас будем смотреть, что там получилось. Давайте, ребят, я пока одним глазком Антошке пока не буду показывать. Чисто одним глазком посмотрим, что там вообще. Вы готовы увидеть это чудо просто, что ребята там сотворили? Я сейчас просто офигеете, ребят. Я просто не знаю. Давайте смотреть. Открываю нараспашку, ребят. Или одним глазком. Давайте пока одним глазком сейчас вам покажу. Вот она. Видите? Видите уже, какая крутая просто. Так что давайте. Ладно. Показываю. Вот она красавица, ребята. Смотрите. Вот это копейка. Вот это мастера из VS Coast Customs. Курай, Coast Customs. Как я могу так переоговариваться, ребята? Курай, Coast Customs. Вы посмотрите на это дело. Какие здесь клевые бампера. Все просто. Я прям не верю, что это с этим. Я сам в шоке, ребята. Антоха вообще в шоке. Просто копейка. Спойлер какой. Рейсинг. Все, номера. Видите, номера мы мои поставили. Мангус Гейминг. Выхлоп какой. Фаркопчик оставили, чтобы помогалось еще там тянуть. Вы посмотрите. Просто бомба. Да. Ребята, винильчик и тут. Офигенная тачка получилась. Замки стоят на капоте. Сюда зеркала перенесли. Дискочки какие, ребят. Катки. Вы посмотрите. Вот это да. Вот дисковые сзади. Реально. Ребят, походу, сзади дисковые на копейку поставили. Просто жесть. Ну что, Антох, давай садись, прокатишь меня. Давай садись. Заводи. Давай. Сейчас, Антоха, я пока посмотрю. Дверь не откроет. Сейчас я, ребят, еще раз вам покажу. Вы посмотрите. Все, красота просто. Так, Антох, давай сильно тут. Особо не наяривай. Движение. Давай, я сажусь. Поехали. Газ со скидкой продают. Что? Так, я назад сел, ребята. Все-таки боюсь, мало ли, там Антоха что-нибудь. Ну и вам покажу. Нифига себе здесь блинов, ребята. Пять просто. Пять. Ого. Антоха, аккуратнее. Тут Михалыч тебя собьет на тракторе своем. Ну что, ребята. Тут солите сколько. Оу. Так, Антох, не убейся. Не надо дрифтить. Не надо. Не надо. Давай спокойненько. Я просто ребятам покажу. Потом дрифт как-нибудь на ней устроим. Смотрите, у него там на приборке что-то еще дополнительные датчики. Магнитолка. Новый звук, посмотрите. Пять блинов. Это активные какие-то... Это активные динамики. Мне кажется, они с сабом встроенным что ли или что-то такое. Ну, в общем, JBL-ки, да? JBL, ребята. Вот, все как надо. Все по-пацански. Ребят, ставьте лайки за такую копейку. Мне кажется, она круто получилась. Ну что, паркуй, Антох. Паркуй вот здесь. Налево или куда-нибудь. Налево разворачивайся куда-нибудь. Вон, давай к Сайгону подъедем. К Сайгону. Поехали к Сайгону. Посмотрим. Тут тебя аж пропускают, видишь? Давай налево к мужикам там. Колкашам к этим. Давай, 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 давай. Заворачивай. Сейчас здесь припаркуемся. Прям вот. Заезжай на платформочку. Оставляй его здесь. Давай, 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 давай. Газу дай, не боись. Вот. Все. Красава. Ну что, ребят. Давай, Антох, выходи. Теперь ты официально прокачан. Теперь ты официально прокачан мастерами Курайко с кастом. Дернул тебя за это. За рубашечку. Ну что, пользуйся, ребята. Вот такая вот получ... Эй, алкашик, хорош тут. Я пытаюсь РПшку записать. Мне кажется, Антоха, они в шоке сами. Дрифтить научу как-нибудь. Да, на этой машине круто дыхать. Мне кажется, они сами в шоке. Ты посмотри. Вообще, ребят. Ну что? Тачка получилась огонь. Тачка реально получилась огонь. РП получилась огонь. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет еще море классных РП по ферме, по ЭТС, по Спинтаерсу и по многим другим играм. Так что, подпишись, чтобы не пропустить новые ролики. Ребята, всем пока-пока. До скорых встреч. И Антошка вам говорит тоже. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok